В этом видеоуроке с вами создаем пурпурную туманность. Для начала мы создаем новый слой. Пусть у меня будет он 800 на 600 пикселей и разрешением не 72, а пусть будет почетче 300 пикселей на дюйм. Нажимаем, да? Теперь заливаем вновь образованный слой черным цветом. Для этого мы ставим здесь основной черный цвет. Инструмент берем заливка и заливаем его черным. Применяем здесь фильтр целлофановая упаковка. Для этого заходим в меню фильтр. Выбираем пункт меню имитация, артистик, и выбираем здесь пункт целлофановая упаковка. В английской версии это будет plastic wrap. Здесь мы настраиваем все наши ползунки на максимальное крайне правое положение. Параметры у нас будут 20, 15, 15 и нажимаем да. Теперь нам нужно изменить данный эффект. Для этого мы заходим в меню фильтр, выбираем здесь пункт искажения, distort, и выбираем здесь пункт волна, wave. Здесь оставляем настройки по умолчанию, здесь тоже, здесь тоже. И с помощью вот этой кнопки другой вариант, который в английской версии, randomness, мы выбираем нашу туманность. Щелкаем, щелкаем, пока не найдем какую-нибудь нашу туманность, которая нам будет подходить или будет какой-нибудь красивой. К примеру, вот такая. Нажимаем да. Получилась у нас такая туманность. Теперь нужно ей придать цвет. Для этого мы в палитре слоев нажимаем на вот эту иконку. И применяем здесь новый корректирующий слой, цветовой тон и насыщенность, hue saturation. Здесь обязательно ставим галку тонирование и работаем с тремя ползунками. Яркость у нас будет где-то плюс 14. Насыщенность у нас где-то будет 36-37. И работаем с цветовым тоном. Цветовой тон мы перемещаем в правое положение где-то до 264-262. Нажимаем да и получили вот такую пурпурную туманность. Теперь я предлагаю дополнить картину какой-нибудь звездой светящейся. Для этого мы заходим в инструмент кисть, выбираем нашу кисть, выбираем кисть звезды. Если у вас звезд нет, то в конце поста на сайте вы можете в дополнительных материалах скачать и установить сюда кисти со звездами. Возьмем вот такую, к примеру, звезду. Через квадратные скобки мы ее немного уменьшим. И поставим, к примеру, вот сюда. Так, создадим новый слой, конечно же. Выберем белый цвет и поставим вот так вот нашу звезду. Теперь мы стили слоя немного подстроим для данной звезды. Для этого мы на слое, где у нас есть звезда, щелкнем справа от названия в два раза левой клавиши мыши. Откроется у нас вот такое окно и в нем мы поставим одно свойство. Внешнее свечение, outer glow. Здесь мы поставим, конечно же, белый цвет свечения. Оставим непрозрачность 75 и немного поработаем с размером. Сделаем ее такую более светящуюся. Нажимаем да. Теперь можно поработать немного с непрозрачностью, чтобы у нас звезда не выделялась сильно из нашего фона. Вот, примерно вот так вот. Все, наша пурпурная туманность готова. На этом у меня все. На связи был Трофименко Владимир и до встречи в новых видео уроках. Субтитры создавал DimaTorzok